В сегодняшнем выпуске «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете значение праздника Юн Труа, праздника Труб, и как он относится к вашей жизни сегодня. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я искренне верю, что сегодня вы получите от Бога что-то важное, если будете открыты к тому, чтобы услышать Его и познавать Его. Да благословит вас Бог! Шалом! Хаварим! На иврите это слово означает «друзья». Да благословит вас Бог! Шалом, возлюбленные! Меня зовут Равин Кёрд Шнайдер. Приветствую вас на программе «Узнавай еврейского Иисуса». Я так рад, что сегодня мы погружаемся в Слово и поговорим о том, как Божьи осенние святые дни, описанные в книге Левит и Литори, исполнились в Иисусе, и что они означают для нас, последователей Христа сегодня. Я хочу начать с того, что вознесу молитву к Богу Отцу, чтобы Он исполнил Свои цели через Своё Слово в жизни каждого из нас. Отец, мы поклоняемся Тебе сегодня. Твоё Слово говорит, что всё от Тебя, через Тебя и для Тебя. Отец, даже когда мы едим и пьём, мы должны делать это во славу Твою. Поэтому, Отец, мы возносим Твоё Слово сегодня. Просим, чтобы сегодня в этой программе Твоё Слово действовало как обоюдоострый меч, до разделения души и духа, и чтобы оно исполнило в наших жизнях Твои цели. Всё, что Ты желаешь совершить. И все мы в согласии говорим на еврейте «Аминь». Могу поспорить, что некоторые из вас даже не знали, что еврейское слово «Аминь», которое мы используем, на самом деле означает «да будет так». Оно происходит от слова «эмуна», что значит «вера». Поэтому, говоря «Аминь», мы говорим «да будет так», выражая свою веру, сказанное. Сегодня я хочу говорить на особенную священную тему. Мы будем говорить об исполнении Божьих осенних праздников. Я покажу вам, что то, что написано в Библии о таких днях, как Роша-Шана, праздник Труп, о празднике Йом-Кипур, День Искупления. Я покажу вам, что эти праздники означают для нас верующих, и как они исполнятся для нас и в настоящем, и в будущем, а также как они уже исполнились в нашей жизни как Божьих детей. Это очень важный выпуск, и я хочу призывать вас отнестись к этой серии очень серьезно, делать заметки, и может даже устроить у себя дома групповое изучение. Мы начнем с того, что откроем книгу «Левитв», в которой содержится весь Божий священный календарь. Многие из вас знают, что у Бога есть календарь, есть святые дни. Отсюда наши праздники. Мы посмотрим эти примечательные дни в Божьем календаре. Сразу скажу, что Божий календарь не совсем совпадает с тем календарем, что мы используем в Америке и во всем остальном мире. Божий календарь — это не григорианский календарь. В нем нет таких месяцев, как январь, февраль, март. Он имеет другую систему. И первый праздник, который мы посмотрим, празднуется в седьмой месяц по Божьему календарю. Месяц называется Тишерей. Это самый святой месяц в году. Мы рассмотрим несколько Божьих святых дней, которые выпадают на седьмой месяц Тишерей. Мы прочитаем отрывок из книги Левит. Это место будет нашим фундаментом. Итак, давайте вместе открывать книгу Левит, 23 главу, 23 стих и вплоть до 25. Я хочу выделить две фундаментальные концепции из этого отрывка. Во-первых, мы поговорим о том, как люди получат напоминание о празднике. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилеву, в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу». Итак, люди услышат трубный звук. Давайте остановимся здесь. Для чего детям Израиля нужно было это напоминание? Это интересный праздник, если взглянуть на его контекст в Писании. Писание не дает нам прямого объяснения. Просто говорится, что в месяце Тиширей они должны трубить в трубы, и это будет служить народу напоминанием. Итак, первый вопрос, который мы можем задать. О чем напоминал детям Израиля этот трубный звук? Я хочу показать вам ответ на этот вопрос. Мы находим его в Торе. Мы знаем, что самое кульминационное событие в истории Израиля было, когда Бог явился более чем миллиону евреев у Горысиной. Конечно, кульминацией всего был приход Иисуса, но до этого момента. То есть, то, что мы читаем в книге «Исход», самым важным событием в истории Израиля до прихода Мессии было явление самого Яхве, самого Бога Израиля, видимым образом на вершине Горысиной. А народ стоял у подножия Горы. Я хочу, чтобы вы поняли, что если бы этого события не было, было бы невозможно объяснить существование еврейского народа. Потому что, только представьте, еврейский народ был не на своей земле на протяжении двух третей их существования. Они были рассеяны среди всех народов земли. Мы знаем, что Израиль снова стал нацией только в 1948 году. Еврейский народ начал осуществлять Алью. Они начали переезжать на Святую Землю со всего мира. Но до этого момента большинство из них были рассеяны по всей Европе. В Испании, в Африке, в других частях Европы, в Америке. Они были рассеяны по всему миру, и об этом звучало пророчество в Торе. Итак, они рассеяны по всем народам. Их разделяет Великий океан, то есть евреи. Евреи в Испании не имели возможности общения с евреями в других частях мира, потому что не было интернета, телефона, не было средств связи. Их окружали только люди, которые были местными в том регионе. Они как бы растворились в языческом мире. Но все же, несмотря на то, что все эти годы остаток жил отдельно друг от друга, они смогли сохранить свою идентичность. Евреи в Испании сохранили свою идентичность. Евреи в Германии сохранили свою идентичность. И также евреи в других частях мира. И вот они живут, окруженные культурой местного народа, где они поселились. Но все же им удалось сохранить идентичность. И все это благодаря событию, произошедшему у Горысиной. Откуда бы в мире ни были эти евреи, все они говорят одно и то же. Они говорят, мы евреи. Бог явился нам на горе Синаи. Он вывел нас из Египта кровью пасхального агнца. Они этого не забыли и не свернули с этого пути, не пошли на компромисс. Евреи рассказывают об этом событии три с половиной тысячи лет к ряду. И этому есть только одно объяснение. А именно, что это событие действительно имело место. Только подумайте, если мы говорим о необычном явлении, сохранении идентификации еврейского народа на протяжении многих веков, они не только сохранили сквозь века свою идентификацию в окружении языческой культуры, и при этом не имея возможности сообщаться друг с другом. Они не только сохранили свою идентичность в истории, но если мы взглянем на еврейский народ сегодня, они составляют менее 0,2% населения мира. Однако более 22% нобелевских премий были выручены именно евреям. Единственное, чем можно объяснить этот феномен, это Словом Божиим. Бог действительно избрал Израиль из всех народов мира для особой цели. Он сверхъестественно их сохранил, даже когда они были рассеяны среди народов. И даже сегодня они имеют сверхъестественное влияние на этот мир, хотя они так малочисленны. Это настоящее откровение, возлюбленные. Это факт. Итак, мы возвращаемся к празднику труб, к Рошашане. О нем говорится в книге Левит 23, главе 23 стихе. Мы только что прочли это место. Праздник труб отмечается каждый год в первый день седьмого месяца Тишрей. Евреи должны трубить в трубы в качестве напоминания. О чем им напоминалось? Что они вспоминали? И что вспоминают каждый год современные евреи, когда трубят в шафар, в синагогах по всему миру, когда иудеи отмечают этот праздник? Это напоминание о том, как они были собраны у подножия горы Синай «Три с половиной тысячи лет назад, и святой Бог Израиля, сам Яхве, явился во славе на вершине горы. Из небес был слышен звук трубы, и труба звучала все громче. Это была сверхъестественная, божественная труба с небес. И во время того, как труба достигла кульминации, или крещендо, сам Яхве обратился к еврейскому народу, и они трепетали в страхе, и умоляли Моисея просить Бога, чтобы он прекратил». Мы прямо сейчас прочитаем об этом в книге «Исход» в 19 главе, в 10 и 11 стихах. Слово Божие говорит так. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на горах Синаи». А теперь посмотрим 16 стих. «На третий день, при наступлении утра, были громые молнии и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, ибо стрепетал весь народ бывшей в Стане, и вывел Моисея народ из Стана». Вот эти важные три слова. «Всретение Богу» «И стали у подошвы горы». «Гора же Синаи вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». И звук трубный. Пожалуйста, поймите, что в праздник труб роша шана, йом труа, они трубят в трубы. И это напоминает еврейскому народу как раз о том, о чем мы сейчас с вами читаем. «И звук трубный становился сильнее и сильнее». Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Итак, каждый год, когда еврейский народ идет в синагогу, и звучит труба, шафар, то через это Бог желает напомнить им, что они имели встречу с ним у горы Синай три с половиной тысячи лет назад, и их сретение с ним было возвещено через шафар, через трубный звук. А теперь подумайте об этом в контексте того, что исполнилось в Иисусе. И мы откроем с вами послание к Фессалуу, никийцам, 4 главу, 16-17 стихи. Я хочу, чтобы вы увидели, как то, что мы сейчас увидели, связано с пророческим исполнением. Давайте прочитаем Слово Божие. Первое послание Фессалуу, 4 глава, 16-17 стихи. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. Он сошел с неба на гору Сина, и вот что произойдет, когда вернется Иешуа. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. «И мертвые во Христе воскреснут прежде». Если вы читали внимательно, то заметили, что когда придет Господь, когда Иисус, Иешуа Хамаше, придет, о его возвращении будет возвещать трубный звук, будет звучать шафар. Мы прочитали об этом в первом послании Фессалонькицам. «И когда он вернется и об этом возвестит шафар, мертвые во Христе воскреснут, и те из нас, кто будут живы на планете Земля, и кто знает его, будут восхищены, чтобы встретить его в воздухе, так же, как Моисей поднялся на гору, чтобы иметь встречу с Господом». Разве это не прекрасно, возлюбленные? Прославьте Господа за это прямо сейчас, прямо сейчас у ваших телеэкранов. Привет, друзья! С огромной радостью хочу поделиться тем, какое влияние имеет это служение в жизнях людей по всему миру. Я Васва из Уганды, я смотрю вашу программу по Lighthouse TV. Теперь я рожден свыше. Я был мусульманином, но Бог использовал вас, чтобы изменить мою жизнь. Теперь я верю в еврейского Иисуса. Васва на Фейсбуке. Равин Шнайдер, восемь месяцев назад я отступила и попала в больницу. По телевизору шла ваша удивительная программа. В конце программы вы спросили, ощутили ли мы что-то? Я снова посвятила себя Господу. Я плакала. Я почувствовала себя снова дома. Дебора из Теннесси. Слава Богу, возлюбленные! Вы должны знать, что именно через ваши молитвы и вашу финансовую поддержку мы смогли достичь эти две драгоценные души и тысячи других душ для Иешуа. Я хочу поговорить с вами сегодня о двух вещах. Я хочу вложить в ваше сердце две мысли. Первая мысль. Послушайте, возвращение Иешуа — это реальность. вы можете быть в этом уверены. Он действительно вернется. Я буду говорить об этом, и я верю, Бог будет через свое слово укреплять сегодня вашу веру. Порой мы слышим о возвращении Иисуса, и это влетает в одно наше ухо и вылетает в другое. Я не говорю, что это вы, но это правда о многих людях. Они слышали об этом так долго, и это находится настолько вне нашего опыта. Он не вернулся вчера, не вернулся на прошлой неделе, не вернулся в прошлом году, и сколько бы вам ни было лет, он еще не возвращался. Не возвращался он и при ваших родителях, и их родителях. Природа человека такова, что проходит время, и мы просто перестаем ожидать. Мы слышим об этом и согласны с этой доктриной, но на самом деле мы его больше не ожидаем. Я хочу уверить вас, друзья, что мы должны ожидать возвращения Иисуса. Писание учит, что Бог Отец призывает каждое поколение ожидать Его возвращения во время их жизни. Я хочу помочь вам сегодня осознать, что возвращение Иисуса Христа скоро и неминуемо. И также в этом послании, которое я продолжу на следующей неделе, я хочу уверить вас, друзья, что небеса реальны. Мы слышим о небесах, мы верим в небеса, но с Божьей помощью я хочу помочь вам осознать, что небеса — это реальное место, и что те из нас, кто знают Бога, действительно попадут на небеса. Давайте начнем с первой мысли. Сегодня мы поговорим о том, что Иисус действительно грядет. Посмотрим Евангелие от Иоанна, 14 главу, 2 и 3 стихи. Иисус сказал, в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Иисус уверяет, давая обещание, а если бы не так, я бы это вам не говорил. Он говорит, я иду приготовить вам место. И тут, внимание, я приду опять и возьму вас к себе. Иисус вновь грядет. Примите это в свое сердце. Иисус вновь грядет. Он придет за вами. Положите руку на сердце и скажите громко, Иисус придет за Мною. Возлюбленные, Он действительно однажды вернется. Давайте сделаем это вместе. Скажите вместе со мной, Иисус придет за Мною. Петр предупреждал об опасности потерять веру в это. Он предупреждал нас о потере чувств ожидания. Он говорил о людях, которые говорят в своем сердце. Если он все эти годы так и не вернулся, то где же он тогда? И они перестают ожидать. Об этом говорится и в притче о десяти девах. Все десять утверждали, что верят, что жених вернется. Но пять из десяти перестали ожидать и быть на чеку. Они не следили, чтобы в их светильниках было масло. Они верили в его приход, но потеряли чувство ожидания, что это произойдет скоро. Поэтому они заснули. И когда вернулся жених, они были не готовы и не смогли войти. Уверяю вас, друзья, Иисус придет за вами уже скоро. Его последние слова в Библии «Вот гряду скоро». Вы встретите его. «Я встречу его». Это произойдет либо когда мы умрем, либо когда он вернется, но это произойдет во мгновение ока. Жизнь проходит как пар. Те из нас, кто постарше, если мы оглянемся на нашу жизнь, она пролетела так быстро. Мы с вами уже скоро встретим Иисуса. Знание об этом должно помочь нам стараться жить для него каждый день нашей жизни. Потому что этот мир проходит, и похоть его проходит. Но Писание говорит, соблюдающий волю Божию пребывает вовеки. Бог поместил этот праздник в свой священный календарь, потому что он хочет напоминать вам каждый год, что Иисус придет опять. Он придет скоро, и он придет за вами. Святой день, который называется Роша-Шана, что значит для евреев «голова года», по-библейски называется Йом-Труа, праздник труб. Господь поместил его в свой календарь для всей церкви, чтобы каждый год в нашей жизни мы могли снова сконцентрироваться на возвращении Иисуса Христа. Дорогой друг, он придет за вами, и он придет скорее, чем мы с вами думаем. Он хочет, чтобы каждый из нас ожидал его пришествия и жил так, словно он точно придет при нашей жизни. Поэтому я хочу вдохновить вас сегодня. Преклоняю для сего колени. Вот последние слова, которые произнес Иисус. «Сея гряду скоро, и возьми, где мое со мною, чтобы воздать с каждым по делам его». Почему в Откровении это его последние слова? Потому что он хочет, чтобы мы жили, взирая на его возвращение. Иисус придет за вами. Положите руку на сердце еще раз и скажите, «Иисус скоро придет за мною». Я очень люблю вас. С вами был Равин Шнайдер. И я говорю вам шалом. Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение, узнавая еврейского Иисуса, изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение, узнавая еврейского Иисуса, вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Субтитры создавал DimaTorzok Голливая любовь Бога 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 Господь дал Моисею конкретные инструкции, как благословлять народ в книге чисел 6 главе. Господь сказал Моисею, «Так благословляй народ Израиля, провозглашай над ними, «Яхве да благословит вас, и да сохранит, и да презрит Яхве светлым лицом своим на вас, и да будет милостив к вам, да обратит Яхве лицо свое на вас, и да даст вам Яхве свой мир». И Господь сказал, «Так благословляй сынов Израиля, и я нареку имя мое над ними». Я хочу произнести это благословение в вашу жизнь, возлюбленные. Библия говорит о том, что вы привиты к обществу Израиля. Поднимите сейчас свои руки в вере и примите благословение вашего Отца. Ихунеха Исаияве Панабейлеха Ве Асем Леха Шалом Бог Отец Бог Отец, да, продолжает непрестанно передавать вам Себя Духом Своим во имя Иешуа, нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом. Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что в вашем сердце что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает вашим сердцем. И вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит в ваше сердце. Иисус говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать, «Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Я хочу следовать за тобой». Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. И также, если вы хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. В следующей программе «Узнавая еврейского Иисуса», раввин делится истиной о том, что небеса — это не только духовное переживание, но реальное место. Не пропустите эту захватывающую программу. Возлюбленная, что мне нравится в учении о Божьих осенних праздниках, так это то, что они применимы сегодня для каждого из Божьих детей. Не только для еврейского народа, но также и для язычников. И для тех из вас, кто является верующим в Иисуса из язычников. Этот праздник крайне важен для вас, потому что он учит нас о личности, Мессии и Иисусе. Бог Отец желает, чтобы вся церковь понимала иудейские корни христианской веры. Поэтому Иисус сказал женщине у колодца, «Женщина, вы не знаете, кому вы поклоняетесь. А мы знаем, потому что спасение от иудеев. Господь поднял меня, чтобы я мог учить Его народ, Его церковь, иудейским корням христианской веры. Бог желает, чтобы мы поклонялись Ему не только в духе, но и в истине. Я хочу просить вас поддерживать меня и стать ежемесячным партнером, чтобы я мог продолжать распространять Евангелие по всему миру и помогать церкви понять иудейские корни нашей веры. Бог призвал меня участвовать в подготовке мира к Его возвращению. Я прошу вас сделать сегодня ваше лучшее пожертвование Господу». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «Равин» на номер 4537-777. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровений». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.